И в случае, если того, что народ Абхазии возложит на нас такую ответственность, я уверен, что никто не будет себя чувствовать проигравшим. Вот это важно. Вот это очень важно. Мы никого не оттолкнем. Мы оттолкнем только тех, кто ворует у государства, кто распространяет наркотики. Мы их не только оттолкнем, мы с ними будем поступать в соответствии с теми деяниями, которые они совершают. А именно, я их не отличаю от тех, кто приехал сюда на танках и стрелял в наших граждан. Это то же самое, они нас убивают. Все эти вопросы вкупе с тем, что глава государства и его окружение будут относиться ко всем гражданам страны без исключения, без оглядки на политический курс, без оглядки на вероисповедание, национальность и все остальные признаки одинаково. Вот что объединить народ. И самое еще главное, мы должны объединить наших ветеранов. Была очень хорошая традиция, вы упомянули Владислава Григорьевича, была традиция у президента, был ветеранский совет. Я думаю, эту традицию надо возродить. Совет ветеранов при президенте нужен. И туда должны войти представители ключевых ветеранских организаций. Это нас должно сплотить. И те решения, которые будет глава государства принимать, ключевые решения, они все должны проходить через этот совет. Потому что без поддержки ветеранов, пускай там никто себе иллюзии не строит, никто ничего сделать в Абхазии не сможет. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра.